Здравствуйте! Это Запад24 и проект Говорит Ачинск. Сегодня мы решили узнать, что думают жители 14 округа о своем депутате. Евгений Бородкин, депутат, который в этот раз идет под флагами Единой России. Знакомы ли они с тем, кто сейчас представляет их интересы в городском совете? Не знаем. Вы его никогда не видели? Нет. Не знаете? Нет. И не видели никогда? Нет. Действующий депутат на вашем округе? Вообще без понятия. И не видели его никогда? Нет. Перед выборами? Да. Нашего это, ну как, слышал, так, чтобы не сказать, чтобы он прямо занимался здесь что-то вплотную. Стоит отметить, что жители 14 округа в 15-м году проголосовали против всех кандидатов. Что это? Необоснованные претензии населения в ситуации полной самоотдачи депутата или глаз вопиющего в пустыне? Никогда ничего не убирается. Это просто ужас. В футбольное поле у нас за домом. Там дети не играют. Трава выше ворот. И вот как ветер был, обломало деревья, до сих пор все висит. Собака вывела 6 щенков. Не знаю, весь дом их кормит. И куда девать? И еще свадьба бегает 7 штук по двору. Вот самая больная тема – эти собаки. Вот мне кажется, стройка вообще заброшенный участок. Вообще заброшенный. Никто никогда не смотрит. Летом невозможно. Зимой еще это все прикроется снегом. Как-то идешь, и вроде душа радуется. Вот. Как весна наступила, сорняки пошли. Все. Стройка у нас не убирается. Вот тут вот тропинка страшно по ней ходить. Заросла вся. И вот если идешь, думаешь, с кустов кто-нибудь выскочит, сумку врывает или на матрас затащит. Там матрас лежит. Вот. Ну и никому это не надо. Мусор вывозится очень плохо. Скамеечки просили. Вот мы для детей, чтобы здесь. Ну что тут еще? А так? Вон все скамейки поломаны. Ребята, а что я вам могу сказать? Вы все веки сами. Ничего тут не сделаем. Да как везде? А так везде. Бар, да. Везде грязно на стройке. Когда у нас сделают это? Дороги вообще ужасные. Да про дороги ладно. Мы про свою жизнь. Мы цепляем заразу всякую тут. И все. Никто не хочет работать. Я все давно уже говорю. Все устраиваются получать деньги и ничего не делать. Что ж, не очень воодушевляет настрой жителей микрорайона стройка. Есть вероятность, что жители Мазульского рудника настроены более позитивно. Посмотрим. Ну, знаю, что он там что-то строит детскую площадку внизу в Шанхае. А так его и не слыхать, не видать. Ну, а за то время, что вы здесь живете, что-нибудь изменилось? Да не было. Ничего не изменилось. За 7 лет, вот как я проживала. Так она и эта ситуация. Как бы выбрали, выбрали его. Когда был-то, выбирали. Ходили, голосовали, проголосовали. А как бы его и не видно, чтобы где-то там приехал в постсовет. Ну, такого постсовета нет. Ну, этот уже срок отбыл, как его вот, Бородкин. Куда лезь-то? Что ты сделал? Ну, что эта площадка, вот одна единственная. И то это, как сказать, там помогали эти уже. На самом деле, в отличие от городских жителей, жители Мазульского рудника охотно делятся проблемами своего района. А они, как оказалось, растут в геометрической прогрессии с каждым годом. Ну, у нас что, кассу закрыли, почту закрыли, ФАП закрыли. Дороги вот КамАЗа разбивают, мало дырки даже заделывают. Ну, и мусор у нас, видишь, какой. Вот хожу, собираю. То оттуда дует, то отсюда дует. Здание вот это бы сделали лучше, чем развалилось бы. Тут и ФАП, и библиотека, и все получится. Это рудник, это общая помойка. Ничего не пришли, вытряхнули, приехали, что посыпалось, а потом ветром вот все раздувает по всем. Вы видели все улицы, все бумаги? Это так они вывозят мусор. Вот это здесь только общая помойка, это рудник. При въезде все засыпали мусором, везде. Куда ни кинься, к нам хоть откуда заедь? Вот начиная с полигона и везде помойки. Одни помойки нет, ни порядка, ничего. У нас такого ни разу не было. Я сильно-то не могу, что-то сильно так сказать, но я тоже постоянно тут живу. Ну, вот зимой маленько тут еще чистили дороги. Сейчас вот, ну, вот с весны практически ничего не делают. Ну, практически ничего нет. Ну, и поубирали, я не знаю, по какому поводу, вот поубирали колонки. Вот, ну, у нас-то вот есть вот колонка одна, единственная, на всю улицу, а больше нету. У нас бывает по неделе воды вообще нету. Мы по всем колонкам и по всем этим, как их называют-то, родники здесь. Мы по всем родникам ездим и набираем воду. Хорошо машины есть, а те люди, которые, вот, пенсионеры у нас там много, а им как без воды-то быть? У нас постоянно грязь, мы возле мусора объемся, сколько не можем добиться. Как выбора, так они приедут, вычистят, и грязь эту уберут, и остальное все, вот, мусор тут стоит, дышит. А у нас 32 ребенка в нашем доме, и дышит вот это всей грязью. Если, как по государственным меркам, мусорные баки должны стоять 20 метров от дома, по идее. А они у нас стоят, они прямо вот впритык стоят, и вот эта грязь, это все текет, вот это, вот участок, это уже, вот чей-то, да, вот будет строиться уже, вот, да, вот. Это вся вот эта вонь бежит туда, на вот, на другой, вообще, это участок. Песня поется, хотя бы яму выкопали, они бы воду сливали. А как идет, апрель начинает, вода, ходишь, перешла, вот там через дорогу. Вот и песня спета. Ребятишки зимой спокойно могли пройти, когда метель начинается, ребятишкам невозможно пройти. А раньше такого у нас никогда не было. Вон они мне прислали ответ, джековцы. Оказывается, у нас в доме лифт есть, у нас в доме вода проведена, а они абсолютно скажут, что у нас воды нету, в колонке пользуемся. Даже невнимательно в этом отношении. Не делается то, что вот, ну, хотелось бы делать. Они вот возьмут эти депутатские свои, вот эти корочки получат, все, сели там в этом белом доме. Вот вы приедете к ним на прием, да вы поднимите свои, честно говоря, задницы, проедите, посмотрите, как люди живут. У нас дорога, вот вы сейчас будете ехать обратно, да, вот, это наша Савдеповская дорога асфальтирована. Ее же все убили. Вот они открыли вот этот полигон, да, вывозят туда же, и соду даже вывозят в мешках, закапывают туда. А у нас везде ключи бьют. Ключ внизу в Шанхае уже закрыт. Людям, то есть, как бы, получается, что это уже идет экологические загрязнения. Борьбы тоже никакой нету. А бежите как-нибудь через журналистов прямо, чтобы участковый, ну, хотя бы, рейды какие-то делал, ну, сам не может, дружинника взял двоих-троих, и, пожалуйста. Вот сейчас можно сразу прикрыть вот эту Бродничиха, у нас Бродничева или Бродничева, я не знаю, но ее зовут себе Бродничева, она торгует спиртом. Это вот отравляет, вы видите, верите, к ней даже в Шанхае ходит, потому что там все уже помирали, кто торговал. Я вам скажу, молодежь хорошая погибает через это дело. Ну, не будут же говорить, что цвет там рудника. Ну, хорошие парни, парни, девчонки, все погибают. Сегодня драка, завтра там, знаете, безобразие, как сейчас надо делается. Остался вот этот один магазин, у него все, и водки, ну, все, все, разное спиртное, и вот от этого идут одни безобразия. Хотя бы ограничили время, до 11 не продавать, и после 10. Потом, ну, мы этим-то вот, таким-то, что, папа попросил, продадут, и пиво, хоть и водку, папа попросил. Порой сразу и не разберешься, о ком мы говорим. Иногда это Евгений, а иногда для местных жителей это просто... Было слово сказано «клоун», и ему это крайне не понравилось. И он с таким возмущением стоял прямо аж, ну, как, знаете, вот, не в грубой, конечно, форме, но на повышенных тонах разговаривал с пожилыми людьми вот здесь вот они. Ну, чтобы действительно ничего не делалось. Ну, как выбора так начинаются они все. И это, и вот из года в год это длится. Вот детская площадка. Это, конечно, хорошо, что она есть, но мало ее построить, за ней нужно еще и следить. Ну, или хотя бы осуществлять контроль за ее дальнейшим состоянием. Дороги, которых нет, по ним не то, чтобы ездить, даже ходить затруднительно. Проезжающие мимо КамАЗы разбивают ее окончательно. Ну, и, конечно же, проблема для жителей частного сектора – мусор. Тут его сгребают в кучу на обочины. Через 20 метров аналогичная история. На сайте регионального оператора «Экотранспорт» указано, что вывоз мусора осуществляется каждую среду. Что ж, Евгений Бородкин. Может быть, в череде личных проблем ему некогда заниматься жителями? Судя по отчету его депутатской деятельности, последний раз он занимался своим округом в 2016 году. Именно этот единственный отчет бережно хранится на просторах интернета. В 2017 году у него, по всей видимости, начались непростые жизненные повороты судьбы. Судя по его финансовому отчету, его доход ежемесячно составлял около 21 тысячи рублей в месяц. Супруга в это время могла обеспечивать семью из расчета 169 тысяч в месяц. В 2018 году Евгений уже был признан банкротом с долгом перед Сбербанком в 63 миллиона рублей. Путь Евгения Бородкина в депутаты был тернист. В 2015 году он поучаствовал в выборах, но жители 14 округа проголосовали против всех, высказав единодушие в этом вопросе. Тогда же начались проверки полицией справок Евгения Бородкина. Как выяснилось, он гражданин Венгрии и не мог принимать участие в выборах. Пока полиция проверяла его справки, натыкаясь на бюрократические европейские препоны, к слову, она так и не смогла их преодолеть. Евгений в 2016 году принес копию справки об отмене своего гражданства. И как-то сумел победить на повторных выборах. Любопытно то, что Евгений Бородкин так и не предъявил оригинал той самой справки, выданной ему президентом Венгрии. То ли потому, что ее нет, то ли потому, что он ей сильно дорожит. В общем, нам так и не удалось увидеть ни одного живого человека, кто ее хоть раз видел. В любом случае, фарт оказался на стороне Евгения. И он так и стал депутатом. Кстати, Евгений Бородкин не только в этом везунчик. Еще раньше, в 2009 году, он сумел избежать уголовной ответственности за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека. Было уголовное дело. Евгения обвиняли по статье 264 УК РФ. Но к судебному процессу ему удалось помириться с семьей пострадавшего человека. Что ж, Евгений умеет договариваться. Это его бесспорное качество. Вот так жители 14-го округа уже ни на что не намекают, а просто говорят. Я все давно уже говорю. Все устраиваются получать деньги и ничего не делать. На стройке никто внимания не обращает. За кого голосовать мы пойдем? Не, не знаю. Мы никому здесь не нужны на руднике. Ни депутатам никому не нужно. Наш рудник богом забытый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова